К чему может привести взятка? Какая проводится работа в борьбе с коррупцией и какие меры по ее предупреждению со стороны сотрудников ГИБДД наиболее эффективны? Об этом рассказал руководитель группы по профилактике дисциплинарных и коррупционных проявлений в личном составе госавтоинспекции Алексея Глушко. С ним встретилась Альбина Ламкова. Одно из приоритетных направлений деятельности МВД России – противодействие коррупции и формирования в обществе негативного отношения к этому. Наиболее эффективные меры по предупреждению подкупа со стороны сотрудников ГИБДД – внедрение технических средств, система автоматическая фото, видеофиксация и нарушение правил дорожного движения, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. Еще одним направлением профилактики коррупционных проявлений является организация системы записи для получения государственных услуг в подразделениях госавтоинспекции, в том числе и в электронном виде, а также использование официального сайта ГИБДД. В результате проведенной работы удалось снизить нарушение служебной дисциплины, порядка 20% среди личного состава, и снизить уголовные наказания в отношении сотрудников госавтоинспекции. В проведенной работе за 6 месяцев с аналогичным периодом того года. Есть хороший показатель, в том числе и по снижению уголовных преступлений среди сотрудников госавтоинспекции. Снизилось практически на 300%. Тем не менее увеличился процент дачи взятки сотрудникам госавтоинспекции участниками дорожного движения на 60%. Далеко не каждый водитель слышал про контрольно-профилактические отделы ГИБДД. Тем временем, подобные структуры есть почти во всех региональных управлениях. Его основная работа – исключить коррупцию среди инспекторов, не допущение нарушений дисциплины и законности среди личного состава, а также рассмотрение жалоб от граждан, которые жалуются на действия сотрудников. В отделе по профилактике дисциплинарных и коррупционных проявлений в личном составе госавтоинспекции работает три сотрудника. Добросовестность в работе – основная цель. Если сотрудники добросовестно выполняют свои обязанности, идет снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в том числе. Хотелось бы отметить, что участники дорожного движения, которые дают взятку инспектору ДПС, являются такими же преступниками и подлежат уголовному наказанию. Какое уголовное наказание предусмотрено? От штрафа до трех лет лишения свободы. А штраф какой предусмотрено? 5 тысяч рублей. Все зависит от суммы дачи взятки. В рамках профессиональной подготовки по изучению нормативно-правовых актов, связанных с безопасностью дорожного движения, а также по дисциплине законности среди сотрудников ГИБДД проводят комплекс профилактических мероприятий. На них разъясняют, какие могут быть наказания за тот или иной проступок. За получение взятки идет уголовная ответственность и штраф от 15 тысяч. Там все зависит от размера суммы, которую дали сотрудники госавтоинспекции. В настоящее время эту проблему решаем. Инспектора уведомляют о том, что их склоняют к даче взятки, после чего проводятся все процессуальные действия в отношении участников дорожного движения, которые склоняют к коррупции. Алексей Глышков в госавтоинспекции работает более 20 лет. За это время система противодействия коррупции среди сотрудников органов внутренних дел совершенствуется. Меняются и ужесточаются правила дорожного движения. Предъявляется больше требований к сотрудникам. Повышается роль воспитательной работы среди личного состава с целью укрепления законности, обеспечения собственной безопасности. Самым главным среди перечисленного служит повышение профессиональных качеств сотрудников. Основная задача, которая стоит перед контрольно-профилактическим отделом ГИБДД, это обретение взаимного доверия между полицией и гражданами, отметил Алексей Глышков. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, чтобы соблюдали правила дорожного движения, что позволит сберечь не только свои жизни, но и других участников дорожного движения, а также пресекать все попытки сотрудников вымогания взяток и также с их стороны не предлагать сотрудникам денежные средства или другие иные вознаграждения. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Корчаево-Черкесия.